Глава восемнадцатая Разбойники Эдак прости господи Мы все в разбойники попадем Если ты разбойник Ты должен убивать купцов Должна быть шайка И атаман обязательно И в земле у них Не попуду золото А чуть поболее Купцов то нету теперь Вставил Егор Заинтересованный рассказом А эти нэпманы что ли какие то И тут вошла Ольга Вот и дочь моя заявилась Обрадовался Михеевушка Заявилась Огрызнулась Ольга Питать сверст по такой грязи Черт не ходил Сразу надо начинать с черта Недовольно заметил Михеевушка Развязывая большой мешок Хлебушка есть Сальца Пирожки разные Все правильно Чего долго не было Ольга только теперь заметила В полутемной избушке гостя Егоркович Ты чего здесь Егор не ответил Как будто она сама Не понимала Чего он здесь След стар Пригурил От выпавшей Из камелька Щепочки Сем на чурбак Он знал Что баба сейчас будет Выкладывать Деревенские новости Хотелось Хотелось Узнать Что делается Дома Ольга Оглядела избушку Нашла Нашла верик Стала подметать И заговорила Кстати о том Что вот если бы Оставить мужиков От них То их скоро Надо было бы Вытаскивать Из грязи За уши И все На баб ругаются Все Недовольны Мол Ничего не делают Пятое Десятое Интересно бы Посмотреть на вас Тогда Михеюшка Отрезал кусочки Салы И подолгу Жевал Их беззубым Ртом Очень довольны Что нового там Не выдержал Егор Где В Баклане Где Чего там нового Отца Твого Видела По улице Шел Слабо Шибко Идет Вроде улыбается А самого Сердечного Ветром Шатает У Егора Под сердцем Шевельнулась Непрошенная Жалость Конечно Все не так Как Расписывает Эта шалоболка Отца Ветром Шатает Глупая Баба И все равно Стало Жалко Отцам Егор Погасил Акуры Хотел Выйти На улицу Но Ольга Продолжала Рассказывать А к маньке Новый Сват Приходили Пошла Девка В горы С твоей руки Кто Городской Парень Этот Как их Называют Забыла Уж Полобученный Подсказал Михеюшка Леший Их знает Ну Со стариком Они приехали Школу Еще Хотят Ну И что Сердит Оборвал Егор Ну И Пришли С Федей Байкаловым Нашел Кого Позвать Смех Один Ну Ну Вошел Вошел В избушку А Макар Тоже Здесь Живет Спросила Ольга Егор Не ответил Снял Со стенки Ружье И вышел Так Лопнув Дверью Что с потолка Из щелей Посыпала земля Лес И Пришел Беженец Домой И Нацелился В грудь Игнатию Говори Где Макар Или Ахкну Сейчас И Не Задумаюсь Ты Еще Не Знаешь Меня Ой Гнать И Отвисла Нижняя Губа И Ярко Пограздел Кончик Носа Долго Стояли Так Как Ж Моле Не Знать Вас Заговорил Наконец Игнатий Не Спуская Глаз Егора Живодер И Породил Живодер Напугал Стремец Аж В брюхе Что-то Лопнуло Он Плюнул Под ноги Егору Бессовестный На старика Ружье Поднял Где Макар Крикнул Егор Бледнея В Кочугурах За вторым Перешейком Где Спийная Согла Подлец Ты Такой Я Тебе Это Запомню Егор Опустил Ружье Повернулся И Пошел Прочь Широким Шагом Шагом